Здравствуйте! Мы продолжаем работу пресс-центра АГТРК. Сегодня мы обсудим ситуацию в энергетике, а также проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры. В конце декабря прошлого года учредили Министерство энергетики и транспорта. Прошло больше четырех месяцев, и уже можно говорить о наработках и планах на ближайшую перспективу. Что представляет собой новое ведомство, цели и задачи Министерства? Мы поговорим об этом и не только. Сегодня у нас в гостях первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джан Сухнанба, а также начальник управления по транспорту Астамур Бганба, начальник управления по энергетике Батал Мушба, начальник управления правового обеспечения Аляс Гунба. Я задам первый вопрос. Начнем с того, что представляет собой новое министерство? Какова его структура, количество штатов и объем финансирования? Наверное, начнем с этого, а потом уже раскроем дальше. 29 декабря 2023 года был принят указ, изменяющий структуру кабинета министров. Тем самым образовалось новое профильное министерство, Министерство энергетики и транспорт Республики Абхазии. Если мы говорим о чем обусловлено создание нового министерства, то прежде всего необходимо отметить, что отрасли, о которых мы говорим, отрасли энергетики и транспорта являются стратегической для нашего государства. Все мы прекрасно понимаем, насколько глубоки проблемы в этих отраслях, проблемы в сфере энергетики, проблемы в сфере транспорта. И всем вот этим обусловлено выделение этих двух важных для нашего государства отраслей в отдельное государство. Значит, Министерство энергетики и транспорта — это центральный орган государственного управления, которое отвечает за реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере энергетики и транспорта, если говорить совсем коротко и в общем. Задачи, которые стоят на сегодняшний день перед Министерством энергетики и транспорта, следующие. Первая задача, с которой мы сегодня работаем — это определение реальной картины, сложившейся в отраслях. То есть мы четко, как государственный орган, должны понимать, в каком же состоянии, техническом состоянии находятся отрасли энергетики и отрасли транспорта. Для того, чтобы определить текущее состояние, нами будут анализироваться все уже имеющиеся материалы, то есть все работы, которые проведены были экспертами различного направления. Это речь идет в первую очередь о состоянии нашей энергетической отрасли, о состоянии электросетевого хозяйства, специального оборудования, о состоянии наших передающих, распределительных сетей, ну и вообще всего, что относится к сфере электроэнергетики. В части транспорта мы провели достаточно серьезную работу по изучению действующего нормативного правового регулирования в этой связи. Нами также выявлены те, так скажем, существенные недостатки и проблемы, которые существуют у нас сегодня в стране. Ну и, естественно, теперь мы можем переходить к разработке концепции программ развития и вообще всего, что связано с дальнейшей деятельностью и развитием этих отраслей. Ну, наверняка вам известно, что министерство наделено рядом полномочий, в том числе и полномочиями по осуществлению прав собственника, значит, подведомственными группами. У нас их восемь. Под ведением министерства находятся РУП Черномор Энерго, РУП Абхазская железная дорога, РУП Абхазское морское пароходство, значит, и ряд других организаций, которые на сегодняшний день существуют и работают. Если коротко отвечаю на вас вопрос. Если позволите, я еще один вопрос задам. Мы уже много лет говорим о том, что у нас не хватает генерации, ветхая инфраструктура, майнинг. Вот основные причины вот такой сложившейся ситуации. Но говоря о развитии энергетики, мы опираемся на мощности ингургэс в основном, да? Но есть ли у нас возможность использования возобновляемых источников электроэнергии? Ну, я не зря, говоря об энергетике, попытался довести до вас информацию, что самым главным вопросом является определение текущего положения дел. Из тех данных, которые нам известны уже на сегодняшний момент, можно определить следующее. Концептуальное развитие электроэнергии или отрасли энергетики в нашей стране, на наш взгляд, заключается в следующем. Первое, что необходимо сделать. С учетом того объема проблем, которые накопились за все послевоенное время, с учетом тех ограниченных возможностей, которые были тогда и есть у нас сегодня, первоочередной задачей является четкая организация самой отрасли. О чем идет речь? В первую очередь необходимо наладить учет с потреблением электроэнергии. Нам необходимо приложить усилия для того, чтобы так называемые технические потери, которые у нас на сегодняшний день являются запредельными, это порядка 23% электроэнергии, поступающей в наши сети, теряется. Далее, для того, чтобы мы понимали, куда нам двигаться дальше, нам нужно четкое видение того, какие есть у нас возможности. На сегодняшний день тариф, который установлен на 2024 год, в принципе, включает в себя следующие элементы. Первое, это необходимый объем выручки. Необходимый объем выручки включает в себя те затраты, которые необходимы для текущего содержания и сохранения уровня нашей энергосистемы. В этот тариф также предусмотрен, включен элемент за оплату перетока, коммерческого перетока, без которого мы, как очевидно, сейчас уже справляться не можем. Ну и ряд других вещей, которые необходимы для того, чтобы появилась возможность поддержания существующей системы и ее дальнейшего развития. Если мы говорим о генерации, то абсолютно верно вы отметили комплекс «Энгур-ГЭС», который является главным объектом генерации для Республики Абхазия, не вытягивает тех объемов, которые мы потребляем. Как известно, потребление выработанной электроэнергии комплексом «Энгур-ГЭС» у нас совместное с нашими восточными соседями. И в рамках вот этих исторически устоявшихся взаимоотношений мы осуществляем потребление той электроэнергии, которую получаем от «Энгур-ГЭС». Но самой главной проблемой, на мой взгляд, является борьба с так называемым неучтенным потреблением электроэнергии. Мы реально столкнулись с проблемой, когда наше государство вынуждено платить деньги, деньги налогоплательщиков за то, чтобы каким-то образом обеспечить наше население соответствующей электроэнергии. Хотя мы прекрасно понимаем, что претензии к качеству электроэнергии и к, так скажем, бесперебойности, они есть и они абсолютно обоснованы. Наши граждане страдают от постоянных перебоев, от скачков напряжения. Все это факты, которые имеют место быть. И мы, естественно, их не отрицаем. Главная задача стоит в том, как мы эту ситуацию можем исправить. Ситуация должна быть исправлена, значит, одна часть, да, это техническая, о которой я говорил, значит, наведение порядка с учетом, потреблением. Но немаловажным фактом является, на мой взгляд, это отношение наших граждан к самой электроэнергии. Мы должны прекрасно и отчетливо понимать, что электроэнергия — это такой же товар, который стоит конкретных денег. И отношение к электроэнергии у нас должно измениться. Что я имею в виду? В первую очередь, мы должны понимать, что та электроэнергия, которую мы безответственно порой неэффективно расходуем, она обязательно должна будет быть оплачена. И вот в этой части отношение самих граждан к потреблению электроэнергии должно меняться. В этой связи хотелось бы отметить, что по результатам 2023 года удалось сократить объем потребления почти на 300 миллионов киловатт-часов. Это достаточно большой объем, и это еще раз подтверждает то, что у нас есть, так скажем, расходы, с которыми мы можем бороться. Это, получается, вот те приборы учета, о которых мы говорим, или все-таки повышение тарифа? Вот что сыграло? Ну, повышение тарифа на сокращение объемов потребления влияет косвенно, косвенно, не прямо, а косвенно, в части того, что люди, понимая, что им придется заплатить за электроэнергию, что ведется четкий учет, начинают более бережно относиться к потреблению, начинают отключать, так скажем, приборы, потребляющие электроэнергию, когда нет в них необходимости. Второй момент – это, конечно же, установка приборов учета. На текущий период у нас по всей стране установлено порядка 27 тысяч приборов учета. Всего, напомню, у нас количество абонентов в Республике Абхазия достигает порядка 90 тысяч абонентов. Ну, и абсолютно понятно уже, что мы должны продолжать эту работу. Установка приборов является самым эффективным инструментом на ведение порядка, так скажем, с учетом, повышение финансовой дисциплины по уплате за электроэнергию. Ну, и то, о чем мы говорили, да, это качественно скажется на более эффективном потреблении электроэнергии. Немножко ваших цитат. Каким-то образом обеспечить население электроэнергии. Электроэнергия – это такой же товар и стоит денег. Я так понимаю, все же большую долю ответственности государство возлагает на потребителей, для которых повысили тариф, но при этом, собственно, качество совершенно не изменилось. Более того, в последнее время оно настолько ухудшилось, что мы, да, по 6 часов в этом мы в рамках графика сидели без света. Сидели мы больше, все у население Абхазии, я сейчас имею в виду. Но при этом у нас 99 в сети было. То есть мы же понимаем прекрасно, что когда нам государство устанавливает тарифы, вы говорите, это товар, который необходимо оплатить. А можно получить хороший товар, за который мы, собственно, все еще продолжаем платить деньги. Это как бы в продолжение темы. А вообще вопрос энергетики, он такой очень большой. Но если все-таки вернуться к главной проблеме, которая была многие годы, и которую вроде как исправили, высоковольтная любимая линия Чигвара, вы ездили туда, там было ЧП. Расскажите, Дженсуха Эдуардович, как там разрешилась ситуация? Помогли семье, не помогли? Ну и, собственно, линия-то осталась на месте, нам ждать нового ЧП или как бы все-таки что-то изменится? Я понимаю тот эмоциональный оттенок, который вы вкладываете в вопрос, и это объективная реальность. Ранее до вашего вопроса я озвучивал, что у нас в силу объективных обстоятельств существуют большие проблемы с доведением качественной электроэнергии до потребителя. потребителями являемся мы все с вами, и все мы абсолютно испытываем эти неудобства. У всех у нас происходят неприятные истории с скачками, с вышедшей из строя техникой и так далее. Нет, это все есть. Но вопрос, поставленный вами, перекладывает ли государство ответственность на потребителя? Нет, государство не перекладывает ответственности. У потребителей есть одна ответственность. Ответственность за эффективное экономное обращение с электроэнергией и, естественно, плата за электроэнергию. Да, мы с вами понимаем, что на сегодняшний день на всей территории Абхазии невозможно обеспечить качественную электроэнергию, за которую потребитель платил бы ту стоимость, которая установлена. Но мы же с вами должны понимать и другую сторону вопроса. Если мы, ссылаясь на качество электроэнергии, которое оставляет желать лучшего на протяжении всего послевоенного периода, сейчас выйдем с позиции и примем решение не платить, то мы потеряем даже то, что имеем. Это живой организм, который необходимо развивать, который необходимо поддерживать. И путь, в случае, если мы выбираем путь не платить за электроэнергию, это гибельный путь. Мы потеряем даже то, что имеем. Еще раз повторяю, мы понимаем, что мы с вами, потребители, испытываем достаточно много, так скажем, и переживаний, и негодований. Все это есть. Но поверьте, что ни один человек, ни в отрасли, ни в органах государственного управления не желает этого, когда отключается электроэнергия, когда происходят аварии, когда происходят перепады напряжения. Это все то, с чем нам надо бороться. Для того, чтобы все это исправить, нужны средства. Единственным источником, основным источником инвестиций, внутренних инвестиций в нашу с вами отрасль является плата за электроэнергию. Мы говорим с вами очень часто, мы слышим, и это я понимаю, что не всем нашим гражданам легко платить за электроэнергию с учетом повышения тарифов. Но давайте посмотрим на статистику. У нас процент собираемости софизических лиц за первый квартал 2024 года составляет всего 14%. Неужели это, на ваш взгляд, соответствует действительности, что всего 14% наших с вами граждан имеют сегодня возможность платить за электроэнергию? Мне кажется, что здесь есть другие проблемы. Мне кажется, что первое, это отношение к потреблению электроэнергии, это проблемы с учетом, да, и с механизмами оплаты, информирования и так далее. И здесь у нас нет другого выхода, как встать вместе, я имею в виду потребителей и людей, которые занимаются этой проблемой, и четко и прозрачно ввести эту отрасль к развитию. Если мы создадим ситуацию, когда будем агитировать людей на массовое уклонение от уплаты, я вас уверяю, кто бы ни пришел в государство, в руководство государства или так далее, отраслю, это ни к чему хорошему не приведет. Мы, понимая ту ситуацию, которая сложилась у нас сегодня в отрасли, должны ценить, экономить то, что мы имеем, и приумножать. Другого выхода просто нет. По вопросу линии Ачигвара, того случая, который произошел с возгоранием жилого дома, да, на самом деле я выезжал, выезжали все заинтересованные министерства и ведомства, был проведен весь объем работ, в части и Министерства по чрезвычайных ситуациям, в части специалистов энергонадзора, все достаточно оперативно провели свою работу. В результате мы имеем следующую информацию. Возгорание произошло из-за перегрузки линии ВЛ Ачигара, которая привела к провисанию, технологическому провисанию провода и сближению с неправильно установленным столбом, старым столбом, который не был демонтирован. Это привело к тому, что при сближении возникла электрическая дуга, которая и привела вот к таким вот последствиям. Что касается возмещения вреда, да, причиненного семье, могу вас проинформировать, что семье по поручению президента, по решению правительства компенсирован весь ущерб в полном объеме. Семье пострадавшей приобретен дом в городе Сухум. Они довольны и, как говорится, продолжают обживать свой новый дом. Это говорит о том, что линия ВЛ Ачигара, о которой вы говорите, она имеет свои особенности. Глобально линия Ачигара требовала реконструкции. Реконструкция линии предполагает проведение ряда очень серьезных мероприятий. Это и исследование существующих опор, это и разработка проекта, прохождение соответствующих экспертиз, составление смертной документации и так далее. Все вы прекрасно помните, в каких условиях в тот период проводились работы. Я почему уверенно об этом говорю, у меня была возможность личной беседы и личного выезда с представителями Ростехнадзора. Это главный надзорный орган Российской Федерации в области энергетики. Я лично с ними выезжал на участки, по которым проходит линия ВЛ Ачигара. Для меня было для самого очень интересно разобраться, в чем же причина. А причина вся в том, что те мероприятия, подготовительно о которых я сказал, они обошлись бы в очень большую и крупную сумму, которой у нас не было на тот момент. И сами представители Ростехнадзора подчеркивают, что, учитывая ту ситуацию, в которой вы находились, технически было принято решение именно такое. Есть особенность у самой линии. Каждая линия, каждый провод, так скажем, он обладает своими физико-техническими характеристиками. И провод, который сейчас установлен на ВЛ Ачигара, он имеет тоже свои особенности. Об этом многое говорилось, многое предполагалось. Но, опять же, как у нас всегда бывает, если просто убрать эмоции и сухо, по фактам, разобрать ситуацию, то мы сталкиваемся с тем, что, опять же, строительство линии, даже реконструкция, требует очень больших денег, которых у нас нет. И благодаря усилиям, в первую очередь, я хотел бы здесь отметить усилия и труд наших энергетиков, ребят, которые, как говорится, и в дождь, и в снег, и в неблагоприятных природных условиях, в том, что допущены какие-то серьезные ошибки в той или иной части. Ну, как бы здесь не мне судить. На тот период была такая ситуация, которая требовала неотложных принятий решений. И, опять же, ссылаясь на коллег с Ростехнадзора, я вас могу проинформировать. Их мнение, что технически на тот момент, с учетом всех проблем, сжатых сроков, ограниченных финансовых возможностей, было принято правильное техническое решение. Сейчас вся эта линия работает, поддерживается, проводятся соответствующие мероприятия по очистке просеки, как я уже сказал ранее, установленные промежуточные линии. Вся беда в том, что чаще всего это бывает у нас в зимний период, когда нагрузка увеличивается, и мы превышаем те нормативные показатели, которые может пропустить линия в силу своих физических характеристик, у нас возникают вот такие проблемы. Поэтому здесь глобально, если говорить, мы подошли к ситуации, когда необходимо уже думать о строительстве параллельной линии. Нам недостаточно тех линий, которые у нас существуют. То есть у нас есть две проблемы. Одна проблема – это нехватка генерации. Но мы также не должны забывать о том, что у нас есть и другая проблема. В случае наличия этой генерации нам ее довести надо до потребителя. А это наши линии, которые тоже оставляют желать лучшего. Поэтому в данном вопросе на сегодняшний день ситуация ежесуточно мониторится. С учетом того, что потребление, потребление, общее потребление снизилось существенно, сейчас никаких проблем на линиях, в том числе и на этой, я имею в виду, Вэлла Чигуара, нет. Если мы говорим, что последние годы явно не хватает мощности НГУРГЭС, вот строительство малых ГЭС, допустим, в рамках государственно-частного партнерства, вот такой вариант рассматривался вообще, рассматривается? Приоритетной задачей в части восстановления объектов генерации у нас есть возможность восстановления перепадных второй, третьей и четвертой. Все вы прекрасно знаете, что комплекс НГУРГЭС состоит из четырех перепадных. Первая перепадная на сегодняшний день работает, она является самой крупной. Но есть еще три перепадные с номинальной мощностью по 40 мегаватт, которые, к сожалению, были разрушены в военный период и после войны не функционируют. Поступило несколько предложений в части восстановления, реконструкции данных перепадных. Мы над этим активно работаем. И в конечном итоге мы остановимся на том проекте, который наиболее выгоден для государства. Решение этой задачи в близлежащей перспективе позволит нам говорить о увеличении объемов генерации от 350 до 400 миллионов киловатт-часов дополнительно по году. Это не покрывает наших потребностей в период дефицита, но существенно облегчит наше положение в текущий момент. Что касается малых ГЭС, что касается строительства новых гидроэлектростанций, то здесь в первую очередь нужно понимать о капиталоемкости таких объектов. Если мы с вами говорим о Ингурской ГЭС, это уникальный объект, который строился в советские времена. И здесь помимо финансовых, огромных финансовых затрат требуются еще и другие ресурсы. Научные, трудовые, инженерные и так далее. В данном случае о строительстве новых ГЭС в нашем случае говорить пока рано, на мой взгляд. Но активно прорабатывается вопрос в рамках той работы, которая проведена с российской стороной, в рамках разработки схем газификации, которые вы все слышали. В нами прорабатываются также вопросы по созданию, строительству мини-объектов по газогенерации. То есть это объекты, генерирующие электроэнергию за счет потребления газа. В этом направлении работа тоже идет. Мы надеемся, что появится интерес у национальных, иностранных инвесторов на реализацию подобного рода проектов. И абсолютно понятно, что стремление увеличить объемы генерации для нас является первостепенным. По поводу майнинга хотелось бы спросить. Как вы оцениваете, какая доля в общем потреблении энергетики сегодня приходится на незаконный майнинг криптовалют? И в чем все-таки проблема с борьбой? Мы видим, что правоохранительные органы работают. Наверное, рубчерноморэнергоэнергетики тоже участвуют как-то в этой борьбе. Но при этом, как вы оцениваете результат, насколько эффективно мы боремся, уменьшается ли эта проблема? И мы все слышим о том, что есть очень крупные криптофермы, майнинг-отели это называют, где места сдаются в аренду, и мы слышим предполагаемых собственников, районы и так далее. В чем сложность выявить это? Неужели энергетики не видят, если вот такое крупное потребление? В общем, какие сложности в этой сфере? Борьба с майнингом – это еще одно серьезное направление нашей работы, к которой подключены практически все органы нашего государства. Вы совершенно верно отметили, что при активном содействии правоохранительных органов, при непосредственной работе главного надзорного органа, энергонадзора, госстандарта и всех других органов, в том числе и Черноморэнерго, достигнут достаточно неплохие результаты. Совсем недавно, по-моему, министр внутренних дел давал у вас пресс-конференцию, и он озвучивал те результаты, которые были достигнуты за 2023 год. Более трех с лишним тысяч единиц было изъято в прошлом году, в этом году уже более 640 единиц изъято. То есть эта работа не прекращается, и она идет. Вопрос о крупных майнинговых фермах. Мы, поверьте, тоже работаем над тем, чтобы эта борьба была более эффективной. Но я говорю о своем опыте. Пока, кроме разговоров о том, что есть крупные майнинг-фермы, результат... Опять же, что мы называем крупной майнинг-фермой? Вот недавно в Сухумском районе была обнаружена ферма с наличием 178 машинок. Для меня это крупная ферма. Это очень крупная ферма. Если у нас, в министерстве, у меня лично, будут сведения о том, что вот в этом-то месте есть крупная майнинг-ферма, мы будем соответствующие меры предпринимать. Я уверен, что наши коллеги и правоохранительные органы обязательно нам окажутся действиями. Объемы. Какие объемы на сегодняшний день потребляются майнерами? Нами недавно была проведена такая, мы ее так называем, спецоперация определенная. Детали рассказывать не буду, но в результате проведенной процедуры был таким расчетным методом определен объем потребляемой мощности на сегодняшний день, майнерами. Речь идет о 40 мегаваттах. Во-первых, мы четко понимаем, что объем, который потребляют майнинги, он сократился по сравнению с предыдущими годами, с 2020, с 2021, с тем же 2022, но даже этот объем является для нас недопустимым. Мы всячески должны бороться с этим явлением. Мы понимаем, что при всех, так скажем, социальных плюсах, которые майнинг за собой несет, я имею в виду доход для владельцев, для энергосистемы, эти процессы, они губительны. Мы не можем себе позволить майнить в нашей стране сегодня, использовать ту электроэнергию, за которую они, естественно же, не платят, потому что эта деятельность незаконная, а потом ограничивать наших с вами граждан, нас с вами, в электричестве. Более того, понимая те цели и задачи, которые перед нами стоят, я считаю, что мы дефицит, который существует у нас в осенне-зимние, в зимне-весенние периоды, можем существенно сократить. Здесь борьба должна выйти, так скажем, и носить идеологический характер. Для нас не должно быть каких-либо ограничений, свой, чужой. Не должно быть этого. Мы понимаем, что речь идет о важном вопросе для нашего государства. И всю важность, которую уделяет этому вопросу, в частности, президент, премьер-министр, подтверждается тем, что, вы видите, систематически проводятся совещания президентам, на которых главные вопросы – это борьба с майнингом, уровень собираемости и так далее. То есть эти вопросы на контроле у высшего руководства страны. И нам нужно усиливать работу в этом направлении. Филана Казыма, Медиаклуб «Опснехя». Дзянсух Эдуардович, в последнее время в сети появляются сообщения о том, что в аэропорт требуются сотрудники разных профилей. Расскажите, пожалуйста, о каком конкретно числе рабочих мест для местного населения идет речь, когда мы говорим о запуске такого объекта, как аэропорт? Кто будет обучать местное население все-таки эти новые специальности для нашей страны? И когда состоится первый пилотный полет? Кадровый вопрос. Это очень важный вопрос, которым мы тоже занимаемся. Как вам известно, на базе Министерства просвещения открыт, так скажем, пункт приема анкеты, информации от людей, которые желают, так скажем, попробовать себя в этой работе. Что касается количества. С момента запуска аэропорта, то есть с декабря 2024 года, в соответствии с штатным расписанием аэропорта, должно быть трудоустроено порядка 500 человек. Понятное дело, что инвесторам приоритет в приеме на работу отдается местным гражданам, но, учитывая специфику определенных специальностей, естественно, мы понимаем, что будут привлекаться и иностранные граждане. В данном случае это только граждане Российской Федерации. Перечень специальностей, которые требуются для полноценной работы аэропорта, достаточно большой. Я думаю, что каждый желающий, в той или иной степени, как минимум отправив анкету, получит соответствующий результат, или будет принят на работу, или ему будет сообщено, по какой причине он не подходит. В этой связи мы четко понимаем, что люди, которые будут приниматься на работу, они будут проходить соответствующие курсы, обучение. Здесь у инвестора есть своя стратегия, своя программа, используя, так скажем, свои аффилированные компании, учебные заведения, с которыми они работают, они будут их направлять на соответствующие курсы. Если это необходимо, а в случае, если здесь, на месте, можно в ускоренном темпе обучить специалистов, то это будет происходить здесь. Более того, вы знаете, что у нас по линии государственного, значит, по линии госпрограммы у нас есть люди, которые направлены нашим государством для обучения в высших учебных заведениях, гражданской авиации, они получают соответствующее образование. Астамор Тимурович, проинформируйте нас, пожалуйста, сколько людей на сегодняшний день у нас обучаются в специальных вузах и когда мы ожидаем их прибытия. Астамор Тимурович, в общем, между нашим правительством и Росавиацией был подписан план подготовки авиационного персонала 22-25 год. В рамках этого плана были направлены наши граждане для обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации для последующей работы в аэропорту города Сухум. В общем, на текущий момент порядка 15 человек были направлены на обучение в Россию, но также хочется отметить, что работа продолжается. Мы получаем квоты правительства Российской Федерации на обучение, но прием заявок скудный. Люди слабо обращаются. Эта квота правительства предоставляется Россотрудничеством. Граждане Абхазии по своему абхазскому гражданству, по паспорту должны будут поступить в российские вузы. Будут запущены, так скажем, регулярные сообщения, тогда и интерес вырастет, да, и спрос на обучение по подобного рода направлениям, он возрастет. В целом, все эти процессы, они идут параллельно, и если говорить о самом этапе строительства на данный момент, то мы можем следующее отметить, что строительство находится в активной фазе. На сегодняшнее утро получаем сводки. Я вас могу проинформировать, что на сегодняшнее утро на строительной площадке работают 115 человек. Более 45 единиц техники работает на объекте. Инвестор, значит, информирует нас о том, что все работы необходимые проводятся в установленном режиме, и мы вписываемся в тот план-график, который приняли за основу. Поэтому пока все мероприятия идут по плану. Лана Цвишба, Апсенопресс. Скажите, пожалуйста, как разрешился вопрос с жителями Бабушары, вот конфликт, который был, и второй вопрос, есть ли планы у министерства по развитию транспортной инфраструктуры Абхазии? Я не совсем согласен с формулировкой. По сути, никакого конфликта с жителями села Бабушары не было. Был запущен ролик с моим участием, вырванный из контекста. Я вам могу официально заявить, что встреча была по инициативе на абхазской стороне, абхазского государства. Мы специально пригласили туда жителей, чтобы обсудить с ними возможные планы по дальнейшему развитию. То есть, никакого конфликта не было. Люди с удовольствием выслушали меня в данном случае, я был основным спикером. Что хотелось бы отметить? Все жители села Бабушара, которые были на встрече, и вообще все люди, в той или иной степени встречающиеся нам на пути, они все поддерживают проект реализации аэропорта. Все с нетерпением ждут, когда этот объект будет запущен. В этом плане абсолютная поддержка есть среди тех людей, которые проживают рядом. Что касается самого вопроса, то наше предложение в части определения представителей, жителей, которые будут включены в рабочую группу по реализации проекта, она была поддержана. После этого прошла встреча с теми представителями, которых определили люди. И мы услышали позицию, то есть, это прямое общение, прямой контакт с людьми, который и привел к тому, что никакого конфликта не было, никакого инцидента не было. Мы услышали позицию наших граждан. Они сказали, что на данном этапе они не видят целесообразности, расширения, так скажем, ареала строительства в южном направлении. Мы эту позицию услышали. Мы сейчас говорим о четких границах действующего комплекса. То есть, в 2024 году будет запущен аэропорт в тех границах, в которых он был ранее. С поправками на наличие теперь уже на этом объекте представителей Министерства обороны Республики Абхазии, Российской Федерации и так далее. То есть, это то, чего ранее не было, когда работал в советское время аэропорт. Но поэтому у жителей абсолютно никаких вопросов в этой части не осталось. Более того, было принято соответствующее решение по снятию каких-либо ограничений по осуществлению сделок с недвижимостью в близлежащих территориях. Поэтому люди услышали, мы их услышали. Все, как говорится, прошло прозрачно, чисто. И мы имеем на сегодняшний день людей, которые желают, чтобы этот проект реализовался в ближайшее время. По транспортной инфраструктуре. Ну, говоря о развитии транспортной инфраструктуры, да, это в первую очередь запуск аэропорта, да, как основного инфраструктурного проекта, над которым мы сейчас работаем. Далее, если мы говорим о развитии транспортной инфраструктуры, это развитие железной дороги. Мы с вами прекрасно знаем, что, к сожалению, железнодорожное сообщение у нас заканчивается, да, то есть полотна дальше от Чимчира у нас нет, к сожалению. Но пока мы развиваем именно тот участок, который у нас существует. Здесь речь идет и об увеличении, значит, пассажирских перевозок. Мы с вами совсем недавно наблюдали тестовый приход «Ласточки» в Сухум. Да, это тоже еще один момент, который способствует развитию, который будет способствовать увеличению пассажиропотока. «Ласточкой» будет пользоваться удобно, комфортно. Ею будут пользоваться как наши граждане, так и люди, которые хотят посетить республику. Также в нашей стране реализуются достаточно крупные инфраструктурные проекты. У нас рядом с Ачимчирским портом реализовывается крупный инфраструктурный проект по созданию модульного терминала, по обслуживанию контейнерных перевозок. Этим вопросом мы тоже активно занимаемся. И в целом перспектива и потенциал транспортной отрасли, он достаточно велик. Естественно, мы будем использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы расширять потенциал и возможности нашей транспортной инфраструктуры. Абхазия как транзитное государство. Вот про это поговорим. Если мы говорим с вами о транзите на текущий момент, то мы можем констатировать факт, что с использованием железной дороги, автомобильной дороги через Чимчирский порт, ну в какой-то степени через Сухумский порт, у нас происходит транзит грузов. Это говорит о том, что потенциал у наших портовых объектов есть, его нужно развивать. Интерес в той или иной степени у российских коллег, иностранных, у российского бизнеса, у иностранного бизнеса он появляется. Самое главное, чтобы мы были готовы к тому, чтобы принять и обеспечить соответствующий уровень сервиса для грузов, если мы говорим о грузе. Если мы говорим с вами о пассажирских перевозках, ну помимо, так скажем, удобства, помимо увеличения пассажиропотока, мы с вами опять же говорим о дополнительных доходах для железной дороги. Ну и в принципе вы понимаете, да, чем больше людей посетят нашу с вами страну, чем больше, как бы это ни звучало, да, чем больше денег они здесь потратят, здесь оставят, все это непосредственно и напрямую влияет на нашу экономику и на развитие. Здравствуйте, Бугуца Вардания, ГТРК. Мой вопрос касается повышения тарифов междугородних в транспорте. Я уже, насколько знаю, междугородний повысился и планируется ли по столице? Вообще, есть ли официальное решение этому? Это первый мой вопрос. И второй, Абхазия все-таки туристическая страна, и вот в семь, где-то в половине восьмого уже практически невозможно уехать. Планируется ли вот как-то расширить, хотя бы график немного поменять, хотя бы до девяти, до десяти часов? Никакого повышения официального тарифов не было. Более того, нам стали известны случаи о самовольном установлении завышенных тарифов, которые не соответствуют постановлению Кабинета министров, который утверждает порядок определения тарифов. Нами в порядке реагирования на выявленные факты направлены предписания практически во все автотранспортные предприятия, в которых мы предупредили о недопустимости нарушения установленного порядка определения тарифов, а также напомнили о том, что это является существенным условием, вследствие которого может стать вопросом отзыва лицензий. Поэтому пока вопрос, как говорится, нами мониторится, да, совершенно верно, вот такие факты самовольного повышения тарифов констатируются, но хочу и граждан проинформировать, да, официально никакого повышения у нас вот в этот период не происходило. Есть четко установленные тарифы, которым должны соответствовать все участники, так скажем, отрасли пассажироперевозок. Вторая часть вопроса – это суть, да, возникшей проблемой. Почему самовольно происходит повышение тарифов? В этой связи вот непосредственно уполномоченному управлению поручено, они занимаются, проводят глубокий анализ с перспективой, да, который даст нам понимание, целесообразно ли сейчас выходить с предложением, да, в кабинет министров о повышении или изменении тарифов. Но, еще раз подчеркиваю, пока такое решение не принято, никто не имеет права самовольно повышать тариф. Если говорить конкретно, да, о маршрутах в села, о автобусных, да, перевозках, тут же, конечно, у нас существует проблема с окупаемостью. То есть, зачастую те тарифы, которые установлены, с учетом небольшого объема, да, небольшого спроса на эти услуги, иногда приходится этим предприятиям работать в убыток. И такая проблема существует. Естественно, резко поднять тарифы, да, на автобусные перевозки в села невозможно, да, по объективным причинам. Речь идет об увеличении дотации, а это дополнительная нагрузка на бюджет, а это возможности, которые должны быть у нашего бюджета. Но в этой части управление ведет прямую работу с этими автопредприятиями и по всем предложениям, которые касаются изменения маршрутов, да, и обсуждения тех вопросов, проблем, с которыми мы сталкиваемся, работа идет. Я вижу, у тебя вопрос. Да, конечно. Анаит Гагарян, газета «Эхо Абхазии», Джан Суха Эдуардович, уточняющий вопрос по транзиту. Я вот приведу цитату президента, он в одном из интервью говорил, что через Абхазию проходит сквозная железная дорога, часть пусть и разобрана, но это тоже можно было бы восстановить. Автомобильное сообщение через Абхазию с другими государствами, Грузия, Армения, Ираном, Азербайджаном, логистика очень удобная. Скажите, пожалуйста, вообще обсуждается ли вопрос транзита товаров и грузов через Абхазию? Какова вообще геополитическая ситуация, чтобы можно было рассматривать этот вопрос? И второй вопрос касается ситуации на топливном рынке. Мы знаем, что в январе месяце был кризис, как вот сейчас обстоят дела, и мы знаем, что каждый год в курортный сезон у нас возникает дефицит с топливом. Какая работа ведется, чтобы уже сейчас подготовиться к этому сезону? Спасибо большое. По поводу транзита, если мы говорим о железнодорожном транзите, о котором вы упомянули, необходимо отметить, что у нас существует большая проблема с отсутствием полотна, от Ачимчиры до нашей границы. Это требует больших капиталовложений. Естественно, эти вопросы тоже продумываются, прорабатываются. Как мы говорили ранее, потенциал у нас есть. Удачное геополитическое расположение нашего государства позволяет нам использовать эти инструменты. И это возможность для дополнительного источника доходов для государства, это возможность для развития транспортной инфраструктуры. Все это, безусловно, есть. Но если мы говорим о транзите с третьими государствами, здесь в первую очередь надо иметь в виду, что одного желания абхазской стороны будет недостаточно. Здесь надо будет приходить к какому-то общему решению с близлежащими государствами. Но в целом работа над этим ведется, безусловно. И при стечении благоприятных обстоятельств мы надеемся, что и в этом направлении удастся продвинуться дальше. На текущий момент у нас проблем с топливом нет. Все участники рынка в той или иной степени имеют возможность приобретения, продажи топлива. Как вам известно, то решение, которое было принято правительством Российской Федерации 16 декабря, оно все еще действует. Срок действия у этого решения 6 месяцев. Закончится оно в июне. Путем, так скажем, принятия дополнительных мер, а если говорить конкретнее, путем внесения определенных изменений в установленный порядок ценообразования на топливо, нам удалось добиться того баланса, который у нас сегодня существует, в рамках того механизма, с которым мы столкнулись. Я имею в виду исключительное право компании «Роснефть» на поставку нефтепродуктов в Абхазию. Ситуация с бесперебойным обеспечением нас беспокоит. Мы с коллегами очень часто поднимаем эту тему. Мы понимаем, что сейчас, да, в принципе, все спокойно, но предстоящий курортный сезон, который сопровождается серьезным увеличением объемов потребления топлива и определенными сложностями на железной дороге, на южном участке. Связано это с увеличивающимся пассажиропотоком, да, который имеет приоритетное значение для железной дороги. Но пока, как бы, все участники рынка, в том числе с учетом, да, предстоящего курортного сезона, делают заявки с, так скажем, с запасом, который позволит им сформировать необходимый запас. И, естественно, компания «Роснефть», в частности, РН «Абхазия», которая находится в Абхазии, мы с ними тоже работаем, они информируют о том, что никаких перебоев не будет. Ну, опять же, учитывая складывающуюся ситуацию, да, мы это тоже мониторим, учитывая, так скажем, непрекращающиеся атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Российской Федерации, да, мы эту ситуацию держим на контроле постоянно. И мы пытаемся говорить с коллегами на тему вот именно определенных гарантий или хотя бы условий, которые позволят нам понимать, что проблем с топливом у нас в летний период не будет. Но, к сожалению, цена на топливо традиционно ближе к курортному сезону, она растет. И вот буквально с завтрашнего дня у нас будет увеличение, значит, цены на 92-й бензин. Опять же, все это связано с ситуацией на рынке, все это связано с тем, что цена, да, экспортная цена в России растет. И здесь, к сожалению, мы никак с этим бороться не можем. Но есть прогнозы, что пиковые, так скажем, значит, пиковые потребности в ближайшем будущем пройдут, и цена в какой-то степени будет снижаться. С первого числа, значит, устанавливается цена на 92-й бензин в рознице 62 рубля. Вы, наверное, все обращаете внимание, как стало сложно ездить в городе, в столице, в Сухуми. Становится очень тесно, мест для парковок мало, застройка очень плотная, и зачастую даже парковочных мест для жителей вот этого дома, который строится, не предусмотрено. Вот как, если какой-то, вообще-то в вашей компетенции какие-то проекты делать большие по, ну, на перспективу, как мы будем при увеличении транспорта, и это нам тесно самим собой, это еще туристы не приехали. Может, какие-то парковки, я не знаю, паркинги, вообще какие выходы из этой ситуации вы видите? Это первый вопрос, то, что касается города, и если масштабировать эту проблему, то в объемах республики, скажем, вот республиканская трасса, да, тоже застройка очень плотная. Если в перспективе нам придется расширять ее, как, как вообще, в общем, есть ли какие-то проекты, работаете ли вы над этим, и что можете нам предложить? Ситуация с увеличивающимся трафиком, она есть, и мы, естественно, понимаем, что трафик будет только увеличиваться. Вот, в этой связи какого-то конкретного на данном этапе проекта по расширению возможностей транспортных нет, но концептуальное видение, концептуальное видение в, значит, обустройстве республиканской трассы. Ведь мы же, в первую очередь, должны с вами обеспечить, да, на соответствующем уровне то, что мы имеем уже, да, речь идет о, значит, при дорожной территории, речь идет о знаках дорожного движения, о разметке, о очистке территории прилегающей, да, все вот эти вопросы, которые в том числе обсуждались на недавнем совещании президента, они стоят перед правительством, и сейчас идет глубокая проработка этих вопросов для того, чтобы обеспечить, так скажем, более или менее достойные условия республиканской трассы, которая будет, безусловно, да, загружаться, и в курортный сезон мы с вами это активно чувствуем, что машин много, людей много, и с этим надо работать. И еще, если можно, по поводу большегрузов. У нас сейчас очень большие машины, 20 тонны ездят, ну, я не знаю, как это регулируется, есть ли у них какой-то график, можно ли составить какой-то маршрут, по которому они могут двигаться, потому что многие улицы у нас старые коммуникации, они из-за этого, из-за этой вибрации еще больше портятся, эти трубы, постоянные прорывы, то есть можно ли составить маршрут, по которому они могут ездить, график, чтобы это было в ночное время, а не вот днем мы все выезжаем и в пробках стоим за вот этими. В общем, это же тоже в вашей компетенции такое регулировать, нет? Не совсем, не совсем наши компетенции, но проблема, на мой взгляд, еще не дошла до такой степени, чтобы мы жестко ограничивали, да, время суток, вот как в Москве, это бывает в крупных мегаполисах, но в случае необходимости, я думаю, соответствующие решения будут приняты. И движение, так скажем, большегрузных, габаритных транспортных средств, естественно, можно ограничивать. Про аэропорт мы очень подробно рассказали, поэтому ни вокруг да около ходить не буду. Два вопроса. Буду ли все-таки выселять людей и можете ли вы сказать, что там не будут строить апартаменты? Да, с уверенностью могу сказать, что апартаменты точно строить не будут. И в этом убедились люди, да, которым был показан, так скажем, предполагаемый план развития. Люди четко подходили и видели, где какой объект именно аэропортовая инфраструктура, аэродромная инфраструктура планируется разместить. Так что здесь однозначно могу сказать, что никаких апартаментов в этой части строиться не будет. Ну и на второй вопрос могу также однозначно ответить. Никто никого выселять не собирается и не планирует. Асмацвирба, спутник Абхазии. Еще один вопрос. Мы говорили об энергетике, о том, что необходимо платить за свет. Вот недавно Черномор Энерго рассказала о том, что будет отключать свет у тех неплательщиков. Были названы улицы, районы. А скажите, есть какая-то статистика о том, сколько, какой у нас долг сейчас у абонентов, и сколько их, и как вы будете бороться именно конкретно? Понятно, что те, у кого стоят счетчики, у них автоматически можно отключить, а те там в частных домовладениях и так далее. Как это будет происходить физически? Это сложная схема, на мой взгляд. Статистика следующая. Уровень собираемости за первый квартал у нас составляет всего 32%, в целом, если мы берем по республике. При этом физические лица платят всего 14% физических лиц, и если мы говорим об юридических лицах, то здесь ситуация получше. 77% уплачивают юридические лица. По поводу отключения, к сожалению, это вынужденная мера. Это мера, которая будет осуществляться в рамках установленных правил. То есть незаконно, необоснованно, Черномор Энерго никому ничего отключать не имеет права. Существуют определенные правила, существуют нормы, которые позволяют в течение образования задолженности за электроэнергию свыше двух месяцев, у единого оператора возникают такие права по отключению. Что касается технологического процесса по отключению, здесь все индивидуально. То есть определяется должник, определяются сроки образовавшейся задолженности, и после этого принимается решение по отключению. То есть каких-либо верных отключений быть не может. Если выявляются участки, так скажем, скорее всего это будут участки, где проживают частные домовладения. Что если у всех задолженность, то могут отключить группу, естественно. А в целом хотелось бы сказать, что, конечно же, не хотелось бы прибегать к такой мере. Но это то, с чем мы сталкиваемся сегодня. И опять же, то, с чего мы начали. Если мы не будем вкладывать в свою отрасль, отрасль энергетики, то у нас будут еще большие проблемы, чем есть сегодня. В одном из интервью энергетики предложили использовать именно эти панели для того, чтобы вывести майнинг из тени. Как вы вообще относитесь к такому предложению и рассматривается ли такой вопрос? Те люди, которые занимаются майнингом, в случае, так скажем, экономической рентабельности данного проекта, они бы уже установили бы себе солнечные батареи и майнились бы. Тут вопрос, на самом деле, вопрос цены. Установка солнечных батарей – это достаточно дорогостоящее оборудование, это дорогостоящие технологии. И в сравнении, так скажем, с текущей реальностью, с текущими ценами на электроэнергию, которая у нас сегодня, просто не выдерживает никакой конкуренции. Но в целом этими вопросами мы тоже занимаемся. Я вам более того скажу, что аэропорт, объект, который сейчас реализуется, там инвестор, как один из вариантов, рассматривает именно солнечные батареи. Пока они еще не приняли окончательного технического решения по данному вопросу, но вот такой вопрос прорабатывается. С учетом тех возможностей, которые у них есть, конечно, и для нас, естественно, это тоже опыт, который мы примем на вооружение. Но в целом весь вопрос в цене. То есть та электроэнергия, которая добывается путем использования солнечного света, она дорогая на сегодняшний день. И в продолжении темы энергетики очень коротко спрошу и коротко ответьте. Летом будут двери на отключение? Пока не планируется. Отлично. И на вот этой прекрасной ноте мы сегодня завершим пресс-конференцию. Проблем в стране достаточно. Мы все это понимаем, как и в любой другой стране. Но мы пойдем по пути их поэтапного решения и созидания. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо спикерам, коллегам. Спасибо. На этом все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.